Эта тема стала, пожалуй, одной из самых обсуждаемых казнете на неделе. Социальные сети буквально взорвались от гневных комментариев. Неприятная история, согласна, но я хочу отметить, Алмаз, что это не все самые громкие заголовки, которым пестрил казнет. Вот, например, дети за рулем грузовика, тренировки в сарае, теперь уже экс-глава банка, спустивший деньги клиентов на ставки, представляешь? Татьяна Ковалева постаралась выбрать самые злободневные истории. Об их подробнее Татьяна расскажет. Татьяна, итак, кто разрешил детям все-таки сесть за руль большегруза? Ну, если верить словам мальчишек, то некий берег. Именно так ответили юные водители полицейским. В соцсетях стремительно распространяется видео, где двое детей 8 и 9 лет управляют погрузчиком. Их остановили на безлюдной трассе в Мангистаусской области. На кадрах видно, что дети находились в кабине одни. Стражи порядка забрали ключи, а на родителей несовершеннолетних составили административный протокол. Правда, казахстанцев, судя по комментариям в соцсетях, больше возмутило не то, что за рулем были дети, а не совсем тактичное поведение полицейских. Впрочем, мнение людей разнится. Вот некоторые из комментариев. Пунктуация и орфография, конечно же, сохранены. Родители и берег, наверное, совсем не дружат с головой. Это хорошо, что их патрульные задержали, и так все закончилось. Но инспектору надо было поучиться еще, как разговаривать с детьми. Они перепугались, видно же. И он еще пешком пойдет и пугает их. Пацаны, однако, способны. А если бы испугались и не остановились, или на таран пошли, тогда что? С одной стороны, жалко их, с другой, мальчики молодцы. В их годы в городах одни ботаники с телефонами ходят. Молодцы мальчики, талантливые, хорошо техникой управляют. А вот взрослые берег и родители, о чем они думают? Как можно детей с таким транспортом отпустить от них без взрослых? Все-таки маленькие они. Такие дети смогут в будущем себя и свою семью прокормить. Но, учитывая события, которое произошло на пляже Североказахстанской области, вряд ли стоит одобрять такой поступок. Там, прошлым летом, шестилетний мальчик, сев за руль авто, причем по одобрению собственного отца, оставил мать двоих детей инвалидом. Саня, пример самостоятельности. Есть у тебя какой-нибудь только позитивный? Да, Злиха. Карагандинская область, село Кмешит. Молодые спортсмены, несмотря на отсутствие условий для тренировок, отчаиваться не стали. Спортивный зал они оборудовали в одном из сараев, а видео разместили на просторах сетевого издания ZTBKZ. По словам ребят, они не видят свою жизнь без спорта. Да вот условий в родном селе нет никаких. Ролик быстро разлетелся по сети и набрал массу комментариев. А уже к вечеру ответ поступил и от Акимата Карагандинской области. Там пообещали выделить помещение для спортсменов и вообще заняться созданием условий для поддержки массового спорта в регионе. А вот что говорят пользователи. Много полезных вещей творится через Инстаграм. Если ее применять правильно, пацанам респект. Будущие чемпики. Молодцы, парни. Правильно. Лучше развивать спорт и вкладывать в это деньги. Государство должно помогать спортсменам ездить на чемпионаты. Бывают, пропадают таланты из-за отсутствия возможности поехать и участвовать. Лучше пусть дети, подростки будут заняты спортом, чем просмотром гаджетов. Порой Инста больше работает, чем сам Акимат. Пока не дашь огласки, просто ходить в Акимат смысла нет. Пока одни ищут средства на покупку инвентаря для тренировок и подходящие помещения, другие легко распоряжаются чужими деньгами. В Костанайской области в Житикаринском районном суде рассматривают дело бывшего директора местного отделения одного из банков Мрзабая Шалбаева. По версии следствия, он, будучи руководителем регионального отделения, взял 205 тысяч евро вкладчиков, оплатил несколько своих кредитов и займов родственников, а позже скрылся. Задержали мужчину в России, он оказался заядлым игроманом. Когда свои деньги закончились, решил их снимать со счетов клиентов. Как так возможно, что один человек может легко завладеть чужими деньгами? Странные правила в банке. Зачем молодых и зеленых назначают директорами банков? Ага, спонтанно он все сделал. Тут со страху дату рождения забываешь, а он все кредиты помнит и тетю не забыл. Там все спланировано. А вот что еще возмутило пользователей Казнета. Казахстанцы активно обсуждают странное задание из учебника по самопознанию. В нем школьников просят рассказать об одноклассниках из многодетных семей. Казалось бы, что здесь такого? Но такой акцент на социальном статусе отдельных учеников понравился не всем. Вот, например, что писали казахстанцы. Что за глупейшее задание? Почему дети должны разбирать и лезть в семью одноклассника? Они не психологи-социологи, которые не всегда могут разобраться в семейных отношениях. Почему это должны делать дети? Как вообще можно рассказывать о чужой семье, в которую приходил в гости? Другие казахстанцы нашли в этом домашнем задании, напротив, глубокий смысл. Впрочем, и сам автор учебника преследовал эту цель. Об этом рассказали в Национальном научно-практическом образовательном и оздоровительном центре БОБЕК. По данным центра, оно действительно есть в учебнике для седьмого класса в уроках по теме семейной ценности. Внимание, их ответ. Автор высказывания показал задание не полностью. На самом деле, сначала предлагается рассмотреть рисунок, на котором изображена дружная семья, собравшаяся за ужином. Рисунок несет позитивный смысл. Родители, дети, другие члены семьи тепло общаются друг с другом, улыбаются, пребывают в добром расположении духа. В рисунке отображена добрая семейная традиция, когда все счастливы, внимательны и доброжелательны друг к другу. Показан замечательный пример общения в кругу многодетной семьи. Я посмотрела на иллюстрацию к заданию, и кроме любви, дружбы и взаимопонимания ничего там не увидела. Чего и всем желаю. У меня на этом все. Спасибо, Татьяна. Пусть лучше все-таки дети учатся, а взрослые управляют тяжелой техникой. Всему свое время. Идем дальше. Продолжение следует...